Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Чего, урод, чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблема у вас. Ты чего, блин? Да нормально все, что-то. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Бабки верни! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого киняк – это бизнес. Умоляю, не дайте шаг после. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Два комплекта – 20 тысяч. Такой комплект я в магазине тысяча за полторы видела. Замок отдала кольцо. Сами. Будем мошенников искать, а кольцо возвращать. Да что такое-то? Спокойно. Вы не дадаете это помещение? Да нет, чего вы взяли-то? Они кинули мою маму на 20 тысяч. Грозчиком будешь? Да, да, я не пьющий, тебе понравится. Тебе точно понравится камень. Камень не бросай меня! Иногда читая ваши сообщения, которые приходят мне на почту, я просто поражаюсь, сколько негодяев, сколько уродов готовы работать против пожилых людей, доверчивых и честных. Недавно мне написала Светлана, рассказала историю о том, что некие мошенники обманным путем вынудили ее пожилую родственницу отдать семейную реликвию. И сейчас я еду к Светлане и ее бабушке и хочу услышать эту историю с первых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Света. Здравствуйте, Влад. Я так рада, что вы приехали. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарна, что вы приехали. Мы ваши передачи постоянно смотрим. Это приятно. Идите на кухню. Давай за тобой, Свет. Конечно. Я пирог приготовила. Может, чай попьем с ребятами? Ну, за пирог, конечно, спасибо. Неожиданно. Но, если честно, времени у нас нет. Свет, присаживайся. Давай поговорим о деле. Понимаете, у меня свадьба через месяц. И вот бабушка накануне кольцо свое обручальное достала. Вообще, это кольцо из поколения в поколение у нас передается. И я, не знаю, так рада была и счастлива. Все такие события разом. Вот. И можно я вам прям покажу фотографии бабушки, жениха? Вот. Сейчас все покажу. Это Юра, жених мой. Да. И бабушка, бабуля моя. Серьезно хоть парень-то? Ну, да. А бабушку как зовут? Изоя Михайловна. Изоя Михайловна. Ну, вообще, это единственный мой родной человек, на самом деле. Не досмотрела за ней, когда эти сволочи ее обокрали. Ну, вот поподробнее. Что у вас тут случилось? Бабуля сказала, что присмотреть подарок нам хочет на свадьбу. Ну, что-нибудь полезное по хозяйству. Я ей говорю, да не надо. Ну, зачем? Понимаете, ну, где она искать будет? Да и на свою пенсию, тем более. Бабушка упертая. Сказала, сюрприз вам хочу сделать. Ну, сюрприз и сюрприз. Через несколько дней прихожу, она плачет. У меня чуть сердце не разрывается. Я ей что случилось, ничего не понимаю. Она говорит, Светочка, прости, пожалуйста. И к отца больше нет. Семейную реликвию я не уберегла. Скажи мне, пожалуйста, а кольцо подорогое? Там и рубин, и золото белое. Ну, честно говоря, я даже не знаю. Дорогое, наверное. Но не в этом дело. Понимаете, память. Это еще от прабабушки кольцо. И она переживает. Я за нее переживаю. Все это накануне и волнительно. Извините, что так. Света, а как же все-таки с Зоей Михайловной поговорить? Я ее как не уговаривала мне что-то рассказать. Она молчит, то плачет, молчит, то плачет. Вот только узнала, что семейную реликвию не уберегла. Света, ну, мы со всей индустрией через весь город к нам приехали. Я понимаю. Ну, поговори с ней. Может быть, она найдет там и силы, и возможности побеседовать. Да, я еще раз попробую. Конечно. Зоя Михайловна, здравствуйте. Ну, что же вы стесняетесь-то? Да, здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Проходите, садись. Такая ерунда получилась, не дурбериха. Хотела внучке единственную семейную реликвию подарить на свадьбу. Скоро у нас свадьба. Вот, сама такое сделала. Ну, не стесняйся. Как все было? Иду я по улице. Так. А там девушка растает листовки. Так. Распродажи. Итальянское постельное белье. Два дня только. Ой, и скидки-то какие. 90 процентов. Ну, я зашла, посмотрела, а белье-то хорошее. Выбрала комплект. Они меня еще один уговорили купить. А денег-то у меня с собой не было. А женщина такая обходительная. Она говорит, а я вам помогу донести. И там дома отдадите деньги. Смотри, какая любезная. Так. И что дальше было? Ну, мы пришли домой. Цвета не было дома. Угу. Она вскрыла комплект и говорит, не 900 рублей, а 10 тысяч. Ой, Света. 10 тысяч. За каждое? За каждое. Два комплекта 20 тысяч. 20 тысяч. Где я такие деньги-то возьму? Скажите мне, пожалуйста, комплект она сама вскрыла или вас попросила вскрыть? Я не умею. Она сама. Она сама вскрыла. А потом типа комплекты вскрыты и давайте платите в любом случае. Она ей сказала, комплекты вскрыты, надо платить. Я говорю, нет. У меня нет таких денег. Ты уж, милок, забирай назад их. Ой, она расплакалась. Стала говорить, что она работает, чтобы заработать на лекарства. У нее больной ребенок. Одни слезы. И говорит, ее хозяин выгонит, если она не продаст эти комплекты. Она позвонила ему. Он пришел. Ой, как он на нее кричал. Как он на нее кричал. Она плакала, рыдала. Мне ее жалко стало. Ну, жалко мне ее стало. Я сама свету-то подымала. А там больной ребенок. Ну, я ей говорю. Я соберу специи деньги и вам отдам. А в залог отдала кольцо. Сами. Сама отдала кольцо. Ой. А глянуть-то на эти комплекты можно посмотреть? Свет, там у меня в комнате. Принеси, пожалуйста. Ну, там ящики. Ну, хорошо. То есть вы пожалели эту продавщицу за то, что директор магазина на нее кричал, да? Да, пожалела. Ее пожалела. А внучку свою, можно сказать, обидела. Ну, я думаю, что такой комплект я в магазине тысяча за полторы видел. Да что вы. Ну, ладно. Так, и что дальше было? Через два дня у меня пришла пенсия. Я ей позвонила. Она, мол, расставила. И мы встретились. Ну, я ей отдала только десять тысяч. Ой, ты еще с ней встречалась и деньги еще отдала. Десять тысяч дала. Десять тысяч дала. Ну, зачем тебя расстраивать перед свадьбой-то? Думала, сама решила вопрос. Отдала десять тысяч. Я говорю, а кольцо мне верните. Свадьба скоро. Так. Остаток я вам в следующей пенсии отдам, она говорит. Так, кольцо я сдала в ламбар. Мне нужны были деньги, чтобы выкупить лекарство ребенку. Ну, вы не волнуйтесь, говорит. Завтра я пойду в ламбар, и мы встретимся, и я вам его отдам. На следующий день я ей позвонила. Телефон молчит. До сих пор звоню. Ничего не отвечает. Зоя Михайловна, я постараюсь вам помочь. Скажите мне, пожалуйста, вы телефоны сохранили, по которым связаны с отбором и продавщицей? Да, я ее звоню все время. Да. Сейчас я вам покажу. Да нет, это я уже научила. Ага, давайте-ка я перепишу его себе. Угу. Вот. Просто продавщица. Да, я так не знаю. А вот скажите мне, адресочка этого магазина далеко? Пару, это 20. Вы позвольте, я сейчас смс отправлю. У меня просто специалист есть один, он мне помогает кое в чем. Ой, наделал его. Отправил. Так, ну, смотрите, мне нужно время. Придется потрудиться, чтобы найти. Ну, постараюсь помочь. Спасибо вам большое. Пока не благодарите. Света Пирожков наделала. Вы тогда с чаем. А вы с нами. А я не могу времени. Света Пирожкова. Приехала. Пока не за что. Пока не за что. До свидания. До свидания. Света буду держать в курсе. Спасибо вам, что бабушку успокоили хотя бы. Это на самом деле самое важное. Будьте на свете. До свидания. Так, ну что сказать. Ломбард это не факт, конечно. Кольцо и на руках у мошенников может оказаться. Будем заниматься. Хотела внучке семейную реликвию подарить на свадьбу. Вот. Сама такое сделала. Это еще от прабабушки кольцо. Итальянское постельное белье. И скидки-то какие. 90 процентов. А я вам помогу донести. Она вскрыла комплект и говорит. Ну 900 рублей, а 10 тысяч. И говорит, ее хозяин выгонит, если она не продаст эти комплекты. Я соберу специи деньги. Баба дам. А в замок отдала кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну давайте прежде поинтересуемся у Феликса. Что там у него получилось выяснить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Феликс. Скажи мне, пожалуйста, я там тебе данные забрасывал. Удалось что-то нарыть? Да, смотри по номеру телефона. Он оборка на НГУ. В 77-го года рождения. Зарегистрирована Вратовская область. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь по адресу. В 20-е. В 20-е помещение принадлежит УОСП. Дает помещение в аренду. В общем, нормальная, чистая, белая компания. Платят налоги. Все у них в порядке, мне кажется. Точный адрес офиса. Телефон акционеров я тебе скинул. Там их несколько. Но начинать надо с директора. А зовут Валерий Семенович. Все, Валерий Семенович, принял. Телефон есть его мобильный, да? Да, да, да. Там все, папа. Все, спасибо, дружище. Я в любом случае заеду на ПУ-20. Надо будет осмотреться. Окей, на связи. Все, спасибо. Так, сейчас забьем в навигатор. Поехали прокатимся. Суть этой мошеннической схемы, в общем-то, несложная. Базируется она на психологическом давлении. Для того, чтобы мошеннику окучить свою жертву, ему нужно оказаться в доме жертвы. Для этого мошенники проявляют просто чудеса любезности. Ну, во-первых, они предлагают товар по очень привлекательным ценам. Предлагают доставить товар до дома. И в тот момент, когда они оказываются на пороге жертвы, происходит манипуляция. Мошенники вскрывают товар. И тут выясняется, что товар стоит дороже, чем договаривались. И вот тут начинается психологическое давление. Включается слезливая история о том, что ну как же так? У меня есть дети, кто будет платить? И жертва начинает испытывать чувство вины. Люди неподготовленные волей-неволей начинают играть под дудку мошенников. И прощаются со своими деньгами. Вот и Зоя Михайловна. Растаяла совсем, расслабилась и лишилась семейной реликвии. Ну ничего, будем мошенников искать, а кольцо возвращать. Так, ну вот собственно склад. Тот самый, где наша бабуля купила товар. Вид удручающий. Видно замок. Давайте без больших камер возьму, Барсик. Надо осмотреться. Так, ну замок-то капитальный. А со склада уже все съехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, помещение. Да что такое-то? Спокойно. Вы арендодатель этого помещения. Да нет, с чего вы взяли-то? Да прекратите меня. Вы не сдавались с арендодателями, что не делали? Да я не имею отношения к этому помещению. Я не арендодатель. Я сам с удовольствием нашел бы организацию. А знаете тех людей, которые здесь продавали это все? Давайте, вы успокойтесь. Как вас зовут? Евгений меня зовут. Евгений, меня зовут Влад Чижов. Я уже три дня сюда прихожу. Меня зовут Влад Чижов. Я снимаю программу «Решало» на канале «Чей». Представляю интересы женщины, которую здесь обманули. Я не имею отношения к этому помещению. Правда. Что у вас случилось? Они кинули мою маму на 20 тысяч. Она сейчас лежит в реанимации. Да вы успокойтесь, Жень. Вы поймите, она старая женщина, она может умереть. Да, все, Жень. Я сам с удовольствием нашел бы арендаторов этого помещения, тех, кто занимается мошенничеством. И если получится их найти, ты об этом узнаешь. Можешь мне свой номер оставить? Да, могу. Перешли мне, пожалуйста, на 985... ...7... ...14... Ага, все, получил. Если получится что-то выяснить, я тебе дам знать. И, пожалуйста, не нервничай с твоей мамой, все будет хорошо. Нельзя так реагировать на кидняк. Ну, поспокойней. Все, давай, все будет хорошо. Ну, все понятно, здесь нам ловить нечего. Склад арендованный, арендаторы съехали. Самое время навестить владельцев этого склада и выяснить информацию об арендаторах. Как-то так. Ну, очевидно, что владельцы склада не имеют никакого отношения к мошенничеству. Ну, сдают они, конечно, помещение, в том числе в краткосрочную аренду. Законом это никак не возбраняется. И я думаю, сейчас самое время позвонить директору этого склада. И телефончик у меня, кстати, имеется. Я слушаю. Здравствуйте, Валерий Семенович? Да-да, это я. Меня зовут Влад Чижов. Телеканал Че программа решала. Можете мне уделить несколько минут? Ничего себе, Влад Чижов. Здравствуйте. Ну, я даже понимаю примерно, какой специалист вам мой номер персональный выдал. Точно, да. Феликс предоставил. Вот хотел бы с вами побеседовать. Да, конечно, Влад, без проблем. А по какому вопросу, если не секрет? Валерий Семенович, не хотел бы по телефону. Может быть, встретимся? Да, я сейчас в офисе. Думаю, что Феликс вам и адресочек тоже бы сказал. Поэтому без проблем. Точно. И адресочек тоже имеется. Ну, хорошо, тогда подъезжайте, когда вам будет удобно. Наберите меня только, как подъедете, и я выйду. А то вы же с камерами наверняка приедете. А у нас тут с этим строго. Отлично. Договорились. До встречи. Всего доброго. Ну, мужик вроде настроен позитивно. Я думаю, что диалог сложится. И ту информацию, которая нам нужна, мы от него получим. Итальянское постельное белье. Она вскрыла комплект и говорит, не 900 рублей, а 10 тысяч. А в залог отдала кольцо. Ну, вот, собственно, склад. Тот самый, где наша бабуля купила товары. Они кинули моей мамы на 20 тысяч. И я думаю, сейчас самое время позвонить директору этого склада. Подъезжайте, когда вам удобно будет. Договорились. До встречи. Слушаю вас. Валерий Семенович, это Влад. Но я подъехал. Вот стою тут недалеко от калиточки. Давайте здесь, наверное, пересечемся. Да, хорошо. Сейчас ухожу. Все. А я думаю, что вот он торопится. Это он и есть. Пойдем. Валерий Семенович. Да, я, Влад. Рад вас видеть. Взаимно, взаимно. Большой поклонник вас и вашей программы. Респект. Ну, это хорошо, что смотрится. Очень рад. Валерий Семенович, мне помощь ваша нужна. По поводу объекта на П20. Да, наш объект. В общем, ситуация такая, что есть подозрение, что этот объект снимали мошенники. Я, конечно, понимаю, что вы, как арендодатель, не обязаны всех проверять на добропорядочность. Но факт остается фактом. На объекте поработали мошенники. Да, дело, конечно, неприятное. Чем могу помочь? Если вам не сложно, Валерий Семенович, вы не могли бы мне предоставить данные арендатора вместе с реквизитами? Ну, вообще, конечно, это такая информация закрытая. Но, ну ладно, для вас сделаю исключение. Если не сложно. Давайте я своей помощнице сейчас перезвоню и там вывесим. Алло, Мариночка. Так, давай срочно документы пакета по П20 аренда. Вот. И заодно проверь. Они снимали у нас одно помещение или еще какие объекты? Да, 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 да. Срочно, быстрее. Влад, если не секрет, что произошло? Смотрите, есть основания полагать, что мошенники арендуют разные помещения на короткий срок. Обустраивают там, ну, типа магазин на продажу товаров народного употребления. И обманывают пенсионеров. И это у меня, да? Так, сообщение пришло. Арендатор ИП Черкесов КАИ снимал на 5 дней. А брали еще какие-то объекты у вас? Нет, у нас единственный объект. Больше ничего не правило. Валерий Семенович, если вам не сложно, вот на этот номерочек мне отправьте, пожалуйста, в договор аренды вместе с реквизитами. Да, без проблем. Угу. Отправил. Спасибо большое. Извините за беспокойство. Ничего вам. Всегда прощи. До свидания. Так, ну, уже неплохо. Есть, по крайней мере, реквизиты. А что, если эти реквизиты забить в поисковичок и посмотреть, где это ИП Черкесов засветилось еще? Так. Копировать, вставить. О, как интересно. ИП Черкесов КАИ разыскивает себе промоутеров. Листовки раздавать. И, кстати, телефончик имеется. Ну-ка, мы позвоним. Да, алло. А, здрасте. Там у вас работа есть, листовки раздавать. Возьмете, а? Я такой, я не пьющий. Ну, я нормально буду работать. Мне женщина нужна. Слушай, по-братски, а, вот очень нужна работа. Ну, я не знаю, там, может быть, какая-то другая есть. А, ну, грузчиком будешь? Да, да. А что грузить-то? Через 3 дня перевозить. Склад нужно. Но много не заплачу. Работаю на пару часов. Ну, 500 рублей пойдешь. Нормально, что 500. Через 3 дня выйду. А куда выходить-то? М*****, 12. Там, этот, магазин. Через 3 дня вечером. К 7 часам. Все, я выйду, братан. Не бери никого другого. Я приеду в 100%. Сто пудов прям. А звать тебя как? Валера зовут. Валера. 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 Номер твой запишу. Да, а тебя-то как зовут? Брат. Камиль меня звать. Все, Камиль, по рукам. Сто пудов приеду. Я не пьющий. Тебе понравится. Хорошо, пока. Давай, Камиль. Тебе точно понравится, Камиль. Вот дебилы не пуганы. Они только что нам сдали координаты своей точки. Поехали. Музыка. Музыка. в Москву на очень короткий срок. Они организовывают там свою деятельность, а потом быстро сворачиваются. И то, что Камиль нам сдал точку, это еще не все. Он же назначил мне работу через три дня, а значит, через три дня они будут сваливать. Поэтому мы сейчас едем прямо туда. Для начала осмотримся. Кто на связи? Я подъехал. Что происходит у магазина? Влад, я на связи, Мика. Мика, здорово. А можешь прислать мне видео? Да, Влад, сейчас слышу. Так, давай подключимся к его камере. О, какой нарядный магазинчик. Шарики повесили. Прям настоящий склад конфиската. Мика, Мика. Да, на связи, Влад. Слушай, там девушка бродит, раздает листовки. Подойди к ней, возьми листовочку. Поинтересуйся, когда открытие. Хорошо, сейчас скажу. Соседи, зовите знакомых. 90% скидки. Ликвидация конфиската. Открытие завтра. 90% скидки на постельную продукцию. Здравствуйте. А можно листовочку просить? Да, конечно. Спасибо большое. А закрыть сейчас? Да, закрыт. Но вы обязательно приходите завтра и зовите соседей. Хорошо. Придем обязательно. Придем. Вот еще. Можете у себя в подъезде оставить листовки? Да, хорошо, конечно. Спасибо большое. Я так-то думаю, что девочка здесь ни при чем. Но чтобы исключить всякие разные недоразумения, сейчас сделаю скриншот. Так, вот так. Я отправлю Светлане. Пусть бабуля покажет. Надо было бы довериться, что вот не эта девушка кинула бабулю. Здравствуйте, Влад. Света, я там отправил скриншот с экрана. Эта девочка промоутер, раздает листовки. Могу я тебя попросить? Подойди, пожалуйста, к бабуле и поинтересуйся. Она эту девочку узнает? Влад, я уже показала. Бабуля говорит, что та была старше, темненькая. И стрижка у нее коротенькая была. Ну, типа коротенькая, что ли. Ну, то есть она эту девицу не узнала? Нет, нет. Все, спасибо. Вам спасибо. А это о чем говорит? Это говорит о том, что коммерсанты эти просто нанимают промоутеров в темную. Миха, Миха. Да, на теле. Так, ну понятно, открываются они завтра. Да, ладно, листовки написано, что в один. Отлично, тогда есть время подготовиться. Нужно здесь, на районе, снять квартиру и найти подставного покупателя. Хорошо, ладно, все сделаем. Все, работайте. Так, поехали. Итальянское постельное белье. Она вскрыла комплект и говорит, не 900 рублей, а 10 тысяч. А в залог отдала кольцо. Ну, вот, собственно, склад. Тот самый, где наша бабуля купила товары. Арендатор ИП Черкесов КАИ снимал на 5 дней. ИП Черкесов КАИ разыскивает себе промоутеров. Листовки раздавать возьмете, а? Крущиком будешь? Да, да, что грузить-то? Через 3 дня переводи. Склад нужно. МИК 12. Закрыт сейчас? Да, закрыт. Ну, обязательно приходите завтра и зовите соседей. Нужно здесь, на районе, снять квартиру и найти подставного покупателя. Дима, выйдем на связь? Да, связь, нет. Дим, я на месте, можете начинать. Да, отправляем Елену. Отлично, работаем. Если кто не понял, подставной покупатель Елена – это наш человек. И мы заранее Елену снабдили камерой, которой сейчас я и подключусь. Ага, есть поток. Основная задача Елены – это прийти в магазин и совершить покупку. Скорее всего, мошенники любезно предложат ей покупки донести до дома. Очень хорошо, Елена проводит мошенников в квартиру, которую мы заранее арендовали. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Нет, абсолютно. Так, а вот и продавец. Дай-ка я сделаю скриншот. Я отправлю Светлане. Здравствуйте, Влад. Света, я вам там фотографию женщины отправил. Покажите ее, пожалуйста, бабушке. Узнает она ее? Сейчас, минутку, подождите. Да, бабушка сказала, что это та самая женщина, которая выманила у нее кольцо. Очень хорошо, спасибо. Перезвоню чуть позже. До свидания. А это говорит о чем? Что мы на правильном пути. То, что вот эти скидки вам будут серьезные, никто больше не даст. Вот, да вы посмотрите. Ну, качество как в Италии. Ну, красота, вроде как мне... Не надо было. Это эксклюзив, это же Италия. Ну что вы? Качество просто... Ну вы что, модные журналы, что ли, не смотрите? Это то, на чем спят все коллегуски. Так, а вот это, видимо, рыбка покрупнее. Камиль-то молодец, отлично впаривает свое барахло. И ведь бизнес у мошенников практически беспроигрышный. То, чем они торгуют, это либо брак, либо дешевая подделка. И даже если жертва потенциально откажется от провожатых домой, они в любом случае в плюсе, потому что продают это барахло с десятикратной наценкой. Я не донесу... Ну что это ерунда, вообще не вам хочется. Ирина поможет. Кстати, а вы рядом живете? Или это самое... Да рядом, только и денег нет. Про деньги неправильно. Нет, смотрите, 900 рублей за комплект. Я как-то не рассчитывала. Я вам предлагаю вот эти комплекты, посмотрите, просто это ваша цветовая гамма. Сейчас очень модная бирюза со старым золотом. Ну что, все, кажется, развивается по нашему сценарию. Продавец любезно согласился доставить товар до квартиры покупателя, где мы с ними и разберемся. Серега, выйди на связь. Серега, ну мы начали, так что подключайся. Хорошо, я тогда пошу в камиле. Ну вот как-то так. Поехали в адрес. Короче, Ирина, ты знаешь, доносишь, деньги получаешь, все. Пойдемте. Будете нас потом еще благодарить. И друзьям будете нас советовать. Вы не представляете, вот я вам говорю, как женщина прошла. Все, доброе. Это такое потрясающее качество. Вы просто ляжете и утонете в нем, как в шелках. Подковать больше нигде. Пойдемте. Только встречай, не упустите свою вашу мощь. 90% в скидке на постельный станут. Сейчас самое время объяснить функцию в этой мошеннической схеме самого камиля. Все очень просто. Продавец Ирина, попадая домой к жертве, начинает свою махинацию. Плачет, причитает. И если жертва не ведется, вызывается тяжелая артиллерия. На пороге оказывается камиль. И вот он уже начинает угрожать и оказывать психологическое давление. И когда клиент сдается, мошенники получают свой преступный бонус. Камиля пасет Серега. Так что без нашей визы из этой квартиры не выйдет никто. Влад, выйди на связь. На связи. Камиль дотаился недалеко от подъезда. Принял. А это о чем говорит? О том, что Ирина, когда с покупателем идет до квартиры, по дороге выясняет адресочек и скидывает тихонечко СМС Камилю. И он уже рядышком караулит. Большой тамбур. Так, заходи. Боже, не закрывайся. Вот здесь положи. Сколько я тебе должна? Нам нужно сначала все проверить. Проверить? Конечно. Вроде уже все проверяли. Не-не-не, мы сейчас смотрим. Закрываем. Вот видите, вскрыли белье, а дальше уже не отвертишься. Выбрыли и потом просто расстроили. Слушайте, я хочу вас, наверное, предупредить, чтобы мы взяли немножко другое белье. Так вот, смотрите. Точно, оба. Это гитария, шелк, дизайн. И они по 10 тысяч. Да как же так? Вы же говорили, два комплекта по 900. У меня таких денег нет. Я не буду платить, забирать за свое белье. Я отказываюсь. Я, когда инструктировал Елену, ее предупредил, не колись до последнего. То есть не нужно вестись на все эти уговоры. Для чего? Для того, чтобы зафиксировать на видео все этапы развода. Я вас очень прошу. У меня такая ситуация. У меня больной ребенок. Мне некуда деваться. Я одна. У меня мальчишка-инвалид родился. И каждую копеечку я его нашла. Я работаю на этого изверка для того, чтобы вот как-то его лечить. Он у меня не ходит. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите мне. Давайте что-то решим. Если меня заставят платить, я просто не справлюсь. Не-не-не, забирайте свое белье. Идите с ним, забирайте. Я не могу. Я отказываюсь. Мне не нужно ваше белье. Давайте решим. Посмотри на привет. Давит, давит на жалость. Я отказываюсь от вашего белья. Вот его берите, забирайте. Елена молодец. Я представляю, если эта несчастная женщина Зоя Михайловна услышала такие слезы, ну, конечно, она растаяла и отдала свое кольцо. Нечего тут слезы лить. Хорошо. Не хотите по-хорошему? Я буду звонить Камилю. Алло. Алло, Камиль. У нас проблемы. Дедушка не хочет платить. Да, вскрыли. Есть контакт. Звонит Камилю. Пожалуйста, другую зону. Дом 3, квартира 8. А что это вы его ко мне домой-то приглашаете? Что тут, магазин или офис? Что это такое-то за дела? Вы понимаете, дело в том, что ситуация дошла до предела, и если он сейчас приедет, то это уже будет совершенно другой разговор. У меня не было другого выхода. Я просила вас по-хорошему решить ситуацию. Сейчас он придет. И будем уже разговаривать по-другому. Да, открыто. Так, ну еще. Вот, не хочет платить. Белье вскрыто. Поэтому я не знаю, пожалуйста, помогай. Че не знаешь? Че не знаю? А на хрена вообще было вскрывать? Понимаешь, пожалуйста? Ты же знаешь, ну как я? Что? Что? Я, 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 я. Ты мне будешь платить, понятно? Я не могу платить комиссию. Что ты не можешь? Ты знаешь, что у меня такая ситуация с ребенком. Ты знаешь, что я работаю на тебя за копейки. Садолмала ты со своим ребенком. Понятно? Что мне делать, если у меня и так беда такая, я и так у тебя за эти гроши валяю. Улицы 9 есть и продавать не убей. Камиль, я прошу. Все, все, себя все вычту. Что не надо? Да вот где меня уже. Я все хорошо забрала вперед. Поговорили, белье забрали. Вот там дверь и давайте отсюда. Лена, молодец. Ты меня кинуть решила? Мне ваше белье не ну. Короче, белье вскрыто? Вскрыто. Деньги гони. Что ты на меня смотришь? Иди бечи. Камиля, никто еще не... Что-то ценное потеряла, а? Камеры, а может быть для следствия пригодится? Давай-ка, присаживайся. Ставим, не урожай меня. Далеко ли ты забрал? Даже не волнуйся. Без моего ведома из этой квартиры никто не выйдет. А вот и Камиль твой, а ты переживала. В общем так, господа мошенники, вот вы все и в сборе. Лена, спасибо вам огромное. Очень сильно мне помогли. До свидания. Спасибо, до свидания. Понятно, по какому поводу мы здесь собрались? Где кольцо? Какое кольцо? Сереж, напомню. Ай! Где кольцо-то спросили? А, это... Пожилая женщина, да? Точно, пожилая женщина. Зоя Михайловна, где кольцо? Ребята, короче... Не надо. Короче, кольцо в ломбарде. В ломбарде. Квитанцию давай. Нет. Нет квитанции. Тогда слушай меня внимательно. Сейчас ты с дядей Сережей поедешь в ломбард, и без квитанции за любые деньги кольцо это выкупишь. Но вы эту женщину Зою Михайловну обманули дважды. 10 тысяч она вам отдала, поэтому бабки верну быстро. Бегом! Пожалуйста. Ну, отлично. Начало хорошее. Это же не все. Спрашивать тебя про еще одну женщину, которую вы обманули, на 20 тысяч, я так понимаю, бессмысленно. Будешь долго вспоминать. Вот телефончик ее сына Евгения. Вот сюда ты сейчас переведешь. 20 тысяч. Давай, давай. Сереж, проверь. Угу. Не забудь смс написать. Извините, пожалуйста, это возврат за белье. Отправил? Ну вот и славно. Короче, сейчас вы поедете с дядей Сережей в ломбард, заберете кольцо, а после этого поедете в свой новый магазин. И там вместе с Сережей вы составите список всех людей, которых вы кинули. И всем отдадите деньги. Понятно? Понятно. Тебе, деточка, понятно? Все, Сереж, забирай их. Давай, давай, вставай. Тихонечко, не торопись. Будем работать, возвращать деньги. СМЕХ Ну что, квартира у нас арендована, и аренда заканчивается. Надо тут прибраться и снять камеру. Итальянское постельное белье. Не 900 рублей, а 10 тысяч. А в замок отдала кольцо. Подставной покупатель Елена, это наш человек. Елена, доносишь, деньги получаешь, все. Мы взяли немножко другое белье. Я не по 10 тысяч. Ты меня кинуть решила? Что-то зерное потеряла, а? Камеры! Где кольцо? Кольцо-бон-бон. За любые деньги кольцо это выкупишь. Так, ну что, Серега продолжает работать с негодяями в магазине конфиската. Но первым делом он добыл кольцо. И ребята мне его уже привезли. С Витей я уже позвонил, все рассказал. Так что, несмотря на поздний час, я уверен. Нам откроют. Влад, спасибо, спасибо вам огромное. Ну иди, иди, зови, иди. Слава улыб? Слава улыб? Да. Кто? Смотрите, смотрите, смотрите. Ой. Здравствуйте. 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 Это ваше кольцо. Держите, держите. Ой, спасибо. Спасибо. Это же не все. Ой. Мы тут потолковались с мошенниками. Вот. И, в общем, они решили денежки вам отдать. Ой, спасибо. Спасибо. Даже не ожидала. Спасибо вам большое. Зоя Михайловна, я вижу, вы человек очень добрый, сердобольный. Вы уж, пожалуйста, не попадайте в такие ситуации. Никогда. Теперь был урок, да. И не покупайте то, что по деньгам не тянете. А свет тебе совет, бабушке, глаз не спускать. Не спущу. Вообще никогда. Как вам надо. Спасибо вам. Спасибо. Все у вас будет хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, вот такой насыщенный вечер получился. Так, кто-то СМС прислал. А знаете, кто это? Это Женя. Благодарит. И передает привет от мамы. Она, кстати, пошла на поправку. А вам я хочу дать вот такой совет. Моральное давление – это не всегда страх под угрозами. Очень часто мошеннические схемы базируются на жалости и на чувстве вины жертвы. И если вы попали в подобную ситуацию, главное, вам нужно сохранить здравомыслие. Если же эмоции зашкаливают, и вы не можете собраться и успокоиться, позвоните друзьям, позвоните родственникам. И в процессе телефонного разговора вы уже успокоитесь. Опять же, близкие дадут вам какой-то дельный совет. Но главное в другом. Вот этот телефонный звонок, он собьет с ритма мошенническую схему. И она рассыпется, как карточный домик. Вот как-то так. Во время пандемии и ограничений большое распространение получила удаленная работа. И мошенники, кстати, тоже могут на этом поживиться. Например, они могут завладеть вашими персональными данными для организации своих грязных мошеннических схем. Для наглядности хочу предложить вам видео от моего подписчика. Влад, здравствуйте. Меня зовут Олег Чопин. В общем, история приключилась такая со мной. Нашел работу на удаленке программистом, высокоплачиваемую, хорошую. Прошел видеособеседование. Все вроде хорошо, замечательно. Попросили выслать документы. Полный пакет. ИННС, НИЛС, копии паспорта. Я все выслал, но через какой-то промежуток времени позвонили с фирмы, сказали, что, извините, мы не можем вас принять на работу. У нас сокращение штата. Я, собственно, забыл про вакансию, но и стал искать дальше. В это время моя знакомая натолкнулась в интернете на магазин. Магазин шуб. Дешевые такие шубки. И ей прислали как гарантию фото моих документов. Типа не кинут ее. Ей показали мои документы, понимаете? Вот, и она мне позвонила, и я был в шоке. Естественно, что я позвонил в этот магазин. Вот, поговорил с ними. Сказал, чтобы, ну, давайте не использовать мои документы. На что эти посмеялись? И заблокировали меня. Вот, понимаете, они продолжают, Влад, действовать дальше. Они продолжают обманывать людей. И рано или поздно, ну, люди выйдут на меня, и, ну, будет не очень хорошо мне. Я, честно, я боюсь. Вот, Влад, что делать? Подскажите, пожалуйста. Ну, что посоветовать? В первую очередь обратиться в полицию. С помощью знакомых, используя незаблокированный аккаунт, нужно сделать скриншот этой записи, этого объявления. И именно с этим идти в полицию. И там же необходимо написать заявление об утрате паспорта. Потому что, если вы этого не сделаете, через какое-то время можете обнаружить, что на этот паспорт кто-то оформил онлайн-кредит. Так что будьте, пожалуйста, осторожными с отправкой своей фотографии с паспортом. Некоторые недобросовестные люди могут это использовать не по назначению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok